Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Полпред поручил участникам завещания продолжить реализацию комплекса действенных организационно-практических мер, направленных на недопущение фактов строительства многоквартирных жилых домов с нарушениями и требований федерального законодательства. В конце прошлой недели под председательством руководителя региона Рашида Тимрезова прошло заседание антитеррористической комиссии в Карачае, Черкесии. Ключевой темой стало совершенствование мер антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и военных комиссариатов. Другая тема – совершенствование работы органов исполнительной власти и местного самоуправления республики при реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. На составившейся в минувшую пятницу последней сессии Народного собрания министр внутренних дел Карача-Чекесии Олега Мальцева отчитался о деятельности ведомства в прошлом году. Он отметил, что оперативная обстановка в целом оставалась стабильной и контролируемой. Массив зарегистрированных преступлений увеличился всего на 2%. Такие изменения связаны прежде всего с увеличением поставленных на учет наркопреступлений и коррупционных преступлений, сказал Мальцев. Министр акцентировал внимание на росте числа изнасилований и неправомерных завладений транспортными средствами. Отмечено и снижение тяжких и особо тяжких преступлений против личности и преступлений против собственности. Правоохранительными органами республики раскрыто более 3000 преступлений, в их числе почти 700 тяжких и особо тяжких составов. Приоритетом остается раскрытие убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей. Процент раскрываемости данных видов преступлений остается высоким, сказал руководитель МВД. Карачащий Кеся по-прежнему занимает лидирующие места в Северокавказском федеральном округе. Раскрыто более 100 преступлений прошлых лет, четверть которых категории тяжких и особо тяжких. Особое внимание ведомства уделялось и нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. В 2022 году выявлено 4 факта содействия террористической деятельности, 8 фактов призывов к террористической деятельности. В мае прошлого года на территории республики была пресечена деятельность ячейки экстремистского объединения СССР, запрещенного на территории страны. А в отношении 12 жителей региона возбуждены уголовные дела. Особое внимание уделено и проблеме свободного выпаса сельскохозяйственных животных. Беспечность в этом вопросе способствовала увеличению количества краж скота почти на 40%. Кроме того, министр внутренних дел Карачао-Чекесии Олега Мальцева отметил, что зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на домашний скот. Из них 13 аварий были с пострадавшими. Погиб один человек и 20 получили ранения различной степени тяжести. С начала этого года уже совершено 17 таких аварий. Погибло два человека и один получил телесные повреждения. В Доме правительства Республики составилось очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы об условленной и текущей ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Карачао-Чекесии, утвержденные планом заседания комиссии на 2023 год. Принято решение создать систему мониторинга поставщиков продукции животного происхождения в целях недопущения поставок недоброкаченной и фальсифицированной продукции в социально значимые учреждения. В Москве прошло Всероссийское совещание «Рослесхоза», в котором приняла участие министра природных ресурсов и экологии Карачао-Чекесии Диана Качкарова. Ключевой темой мероприятия стали итоги работы лесного хозяйства за прошлый год и планы на текущий. На особом контроле подготовка к пожароопасному сезону и реализация компенсационного лесовосстановления. За прошлый год площадь лесных пожаров удалось сократить в три раза, а в Карачао-Чекесии вовсе не было допущено пожаров. В текущем году в рамках федерального проекта сохранения лесов в республике планируется воспроизводство лесов и лесовосстановления на площади 124 гектара, закупка лесопожарной техники и противопожарного инвентаря для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Сотрудниками правоохранительных органов республики возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары из Карачао-Чекесии, которая подозревается в торговле наркотиками через интернет. Полицейские выяснили, что супруги создали криминальную сеть из трех онлайн-наркомаркетов в теневом сегменте интернета. С февраля прошлого года подозреваемые сбывали наркотики на территории Московского региона, предоставляя своим клиентам GPS-координаты закладок с запрещенными веществами. Кроме того, оперативники обнаружили один из тайников супруга в окрестностях города Видное Московской области. В схроне находился пакет с мифедроном весом около 600 граммов. По предварительной информации, нелегальный семейный бизнес принес подозреваемым около 17 миллионов рублей дохода. В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а ее муж задержан. В связи с участившимися случаями мошеннических действий на территории республики, представитель общественного совета при МВД по Карачао-Чекесии Али Байрамкулов призывает граждан быть бдительными. Уважаемые жители Карачао-Черкесии, заводя телефонный разговор с незнакомцами, очень тщательно следите за своей речью. Не сообщайте даже самые общие сведения о своем финансовом положении. Если вас пытаются заверить, что с вашими счетами в банке случились неприятности, не спешите принимать меры. Просто самостоятельно перезвоните в финансовое учреждение, проверьте полученные сведения. С большей вероятностью никаких проблем не обнаружится. Крайне рискованный способ заработка этой инвестиции в сети интернет. Представившись компетентными специалистами, мошенники готовы выходить с вами на связь месяцами. Они будут звонить вам, пока у вас будут иметься средства. Перед совершением любых операций со своими сбережениями, обязательно взвешивайте свое решение и советуйтесь со своими родными. Не позволяйте посторонним людям манипулировать собой. Если вы все-таки, не дай бог, стали жертвой мошенников, незаметно сообщите в полицию по телефону 02 или 102. Фитнес-клуб, термальный комплекс и детская студия, еще несколько бассейнов, спа, 13 бани и сауны. Все это раскинется на площадь более 6000 квадратных метров в северной части Черкесии. Как спортивно-оздоровительный комплекс будет выглядеть не на бумаге, а вживую, оценили участники заседания в правительстве Карачао-Черкесии. Этот проект намерены воплотить в жизнь на условиях государственно-частного партнерства. На подобных же условиях партнерства планируется построить спортивный комплекс в селе Красный Восток. В республиканской столице приступили к ремонту городских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы пройдут на 28 участках протяженностью 13 километров. Начали с улицы Фабричной от Даватора до Лагерной, где в настоящее время устанавливают бордюры. Ранее с просьбой отремонтировать этот участок к дороге протяженностью 900 метров в приемную полпреда президента России ВСКФО обратилась многодетная мама из Черкесии. Здесь, как и на других участках, будет уложено новое дорожное полотно на проезжей части, обустроены парковки из щебеночно-песчаной смеси. Будут также устроены съезды и заменены люки, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Напомним, с 2019 года в столице республики в рамках нацпроекта отремонтировано более 50 километров дорог, среди которых как основные агломерации, так и участки в частном секторе. Черкесск примет участие в месячнике компании РЖД по безопасности дорожного движения «Внимание! Переезды». В частности, представители Северокавказской железной дороги совместно с ГИБДД и мэрии города 4 апреля проведут мероприятия по профилактике ДТП на переездах города. Необходимость их проведения обусловлена ростом количества происшествий на железнодорожных переездах. По данным РЖД, в текущем году на сети железных дорог России произошло 52 происшествия, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих ДТП пострадали 28 человек. Лучших чтецов республики выберут 5 апреля. В Черкесске пройдет финал регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 36 конкурсантов будут соревноваться в прочтении отрывка из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в базовый уровень школьной программы по литературе. Оценивать участников будут представители различных сфер деятельности. Они будут рассматривать глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, грамотную речь, выбор текста и артистизм. Трое финалистов оригинального этапа отправятся на финал Всероссийского конкурса в Международный детский центр «Артык». В сотрудничестве с дирижерским хоровым отделением Карачао-Черкесского государственного колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова в Черкесске состоялись гастроли детского хора филармонического общества Санкт-Петербурга. Коллективы представили программу из произведений современных зарубежных и русских композиторов. Состоялись и открытая репетиция и мастер-класс руководителя детского хора филармонического общества Екатерины Андреевой, на котором участники смогли познакомиться с творчеством российского хорового аранжировщика Михаила Серкова. В Черкесске прошел республиканский этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». В турнире приняли участие семь школьных команд Карачао-Черкесии. В упорной борьбе первое место завоевала команда гимназии номер пять республиканского центра, второй у команды лицея номер один у Сджигуты и бронза на счету у спортсменов гимназии номер восемь Черкеска. В Грозном прошло первенство Северокавказского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет, по итогам которого весовой категории 54 килограмма Амин Алакаев завоевал золотую медаль, а Амаль Арзалиев стал серебряным призером в весе 92 килограмма. Оба спортсмена получили путевку на первенство России, которое пройдет в Тверской области. Ну и последняя информация. Семь медалей различного достоинства и 17 путевок на первенство и чемпионат России завоевали наши борцы по итогам первенства и чемпионата Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Хасавюрте. В своих весовых и возрастных категориях победителями стали Анзор Юонов, Расул Капсергенов, Амаль Джан Дубаев, Азрет Тамбиев, Ануар Чагаров, Амаль Кирейтов, Карим Чикуев, Камиль Карасов, Эдуард Урчуков, Эльдар Джанкиозов, Ренат Озов, Расул Маршанов и Ислам Хахандуков. По данным оригинальных синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местная плюс 9,14 и выше 2000 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков ветер восточный 6,11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 22 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Субтитры предоставил DimaTorzok и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова